Доброе утро! Это канал Максимадзе и сегодня мы поиграем в моды на Hello Neighbor. Короче, что-то у меня с Unreal редактором, мод китом, что-то какие-то проблемы, что-то у меня там теперь все время карты то загружаются с ошибками многочисленными либо не загружаются вообще. И, короче, не знаю вообще в чем прикол, надо сидеть и разбираться с этим будет. А пока что поиграем в моды из стима. Короче, наткнулся я на мод, в котором Титаник у нас изображен. The Ocean Liner версия 2 называется он и давайте взглянем на него. Парочку модов посмотрим сегодня. Я не думаю, что этот Титаник как-то там проходить надо скорее всего это так чисто посмотреть как его сделали в Hello Neighbor. Даже катсцены имеется у нас. Ну что ж, красиво довольно таки выглядит, но посмотрим что внутри будет. Титаник это знаменитый круизный лайнер. Реально очень-очень-очень известный. Да, действительно сделали что-то внутри. Которые даже даже есть чертежи. Известные какие там комнаты были, все дела, отсеки и так далее. Знаменитый большой круизный лайнер, который, к сожалению, в первом же круизе ушел на дно, врезавшись в айсберг. Ну как, ну как врезавшись? Там увидели в моряке айсберг, ну и что, конечно, его пытались обойти, но, к сожалению, бачком немного передним айсберг задел и это, к сожалению, при... к сожалению, не повезло. Корабль тем не менее утонул. За пару часов корабль уже полностью был на дне. Много, больше тысячи человек это унесло жизни. Про этот Титаник сняли несколько фильмов даже. Вот у меня, кстати, даже есть вопрос, даже вот интересно, вот интересно, как делали фильмы. Как там Титаник вообще изображался? В виде компьютерной графики или какую-то копию Титаника строили, или что я... вот это прям очень интересно. Сам фильм я... я видел один из них только это и я его полностью не смотрел. У меня звоночек, пауза. Короче, ну, целиком не смотрел, но помню, там разворачивалась такая драма между девушкой и парнем, что там... там меньше половины, как бы, фильма. Там и идет... там круиз уже начинается. Вот где-то даже раньше, чем раньше половины, там столкновение с айсбергом. Большая часть фильма, она, конечно, как бы идет про то, как тонет Титаник, как спасаются некоторые люди, как погибают. И вот там... там я помню, короче, молодой человек этот в итоге, к сожалению, утонул. Девушка выжила и прожила там еще сколько-то там... жизнь. Я... 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 это... это давно... не судите строго, я это видел давно и уже мало... уже мало чего помню. И в Майнкрафте сколько Титаников тоже делали. И, кстати говоря, Титаник... пародии на... одной из пародий на Титаник стала игра, когда Соседа 2. Там тоже корабль врезался в айсберг. Короче, давайте мы начинаем отсюда с... нашей каюты такой. Здесь у нас ванна, но я сразу понял, что тут ванна. Что еще тут может быть? Давайте взглянем уже, наконец-то, какие-то другие комнаты имеются. Но эта дверь уже не открывается, я посмотрел. Эти тоже не открываются. Как жаль, и эти не открываются. Эти... эти... Хочу их смотреть, и не открываются ни одна. А здесь у нас столовая. И даже с музычкой прикольно. Жаль, закрыто. Кухню не сможем посмотреть. Ну, барчик имеется. Неплохо, 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 неплохо. А что туда не выйти, нельзя? А теперь... А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Как отсюда выйти? А, вот так. Вот так. Ну что ж, мы видим снаружи какие-то классики у нас имеются, или что это? Какая-то игра, короче, здесь у нас. Что-то по шайвам, что-то, видимо, тут связано. Не знаю, что за игра. Туда нельзя. Только команда... Только экипаж, я так понимаю, может туда заходить. Что у нас здесь находится? М-м-м. А, впечатляюще. Этот рычаг не дергается? Нет. Здесь тоже спаленки такие вот у нас. Ух ты, и здесь еще тоже что-то имеется. Осторожно, высокое напряжение, понятно. Открывать и не будем. А, ну и впрочем-то, и не открывается. Так. Смотрим, что дальше. Так, а туда почему-то нельзя пройти. А я хотел, наверное, на трубу залезть. Ну что, что будешь делать? Ладно. Смотрим дальше. Что у нас тут делается. Ага, вот это уже капитанский мостик, собственно. Покрутить. Жаль, нельзя. А здесь у нас носовая часть, собственно, корабля нашего. Впечатляюще, да. А, это не открывается. Туда можно спуститься, нет? Давайте посмотрим. Короче, полно шлюбок тут у нас. Я выпрыгнуть-то смогу туда, нет? Давайте попробуем. И нет. Там невидимая стенка. Не дают нам туда залезть. Эх, что-то Титаник какой-то недополноценный, по-моему. У нас. А по лестнице по этой можно забраться? А, нет, нет, он не лезет. Он на нее не лезет, к сожалению. Очень-очень печально. Туда не спуститься. Там невидимая стена. И это что, все? Типа больше ничего тут нет? Ну-ка давайте включим этот ГОСТ. Посмотрим, посмотрим, как снаружи он выглядит. Так, трубы всего три почему-то. Но на самом-то деле их четыре должно быть, а не три. Кстати, в консоли версии, когда соседа на корабле, их было три. В финальном ролике. Хотя на уровнях лайнер как-то... Лайнер выглядел вообще по-другому. И, кстати, вот эти вот... Вот эти вот по цветам, они что-то красные. А так-то они должны быть желтые или оранжевые. Здесь красные. Так, корма у корабля вообще отсутствует, я смотрю. Но дым из труп реально идет. И прям идет он отлично. А, там текстур дальше еще по один нет. Сейчас посмотрим, заглянем в ту трубу. А, здесь отверстия-то нет. Дым идет из ниоткуда, короче. Давайте отлетим чуть-чуть дальше туда. Да, капец, конечно. Этот титаник, короче... Не дополноценный, конечно. Я надеялся, что здесь полноценный будет лайнер, которым мы все можем посмотреть. Но нет. Так что давайте спрыгнем. Тоним. Поставим этой карте плюс-минус. И перейдем к какой-нибудь следующей игре. Итак, а эта карта называется Hello Basement. Кстати, что у меня по графике? А, нет, графика нормальная. Hello Basement называется этот мод. Короче, начинаем типа сразу с подвала. И это самый первый мод, по крайней мере он так заявляет, самый первый мод всем известного нам с Dalt. Мы много модов от него уже с вами посмотрели и поиграли. Он реально крутые моды делает. Но поскольку его первый мод, может быть он будет хуже, чем те, которые у него сейчас. Но посмотрим. Темновато как-то. Вот что-то... О! Нифига себе, ключик. Обалдеть. За картиной? А это что такое? А это кусок бумаги. Ну и фиг с ним. Как же здесь темно. Здесь заперто. Здесь слишком темно. Вот это реально прямо усложняет сильно процесс прохождения. Будет ли тут сосед, интересно? А, вы только что здесь были. Как тут темно, а я ничего вообще не вижу. Выключите. Можно использовать телевизор как фонарик. Кстати говоря, а вот здесь нам нужен ключик. Этот, я так понимаю, больше не нужен. Мы им уже открыли. Проходка. Замок в каком-то странном месте, правда, висит. Он почему-то не здесь висит. В нестандартном месте, в общем, он у нас лежит. А в этом ящике ничего нет. Охоже, нет. Так. Куда идти? Куда же идти-то? Где-то надо синий ключ, короче, искать. Может быть, где-то тоже за картиной? Нет. Это что такое? А, вот он. Вот он. В какой-то фигне. В каком-то синим непонятном шкафу. Пластинка какая-то, не знаю, нужна, нет. О, шкаф. Шкаф. Который лежит. Ничего себе. Так, здесь следующий ключ. Надо где-то и от этой двери, наверное. Еще зеленый надо будет ключик искать. Короче, иногда картинки, короче, иногда картины, я так понимаю, нам придется проверять. Это типа раскаленный тоже манекен-то. Или нет? Короче, красный манекен. В первый раз я такое вижу. Ну, понятное дело, что он раскаленный. Надо, чтобы он как-то остыл. Может быть, где-то тут имеется магнит. Для него или... Все, больше телевизор нам не нужен, и я фонарик нашел. О! Рычаг. Ой, куда ты? Тут рычажок у нас имеется. Отсюда он, наверное. Ну-ка, дайте посмотреть. Ага, вот зеленый ключ. Что предлагаете попробовать туда его? Да не манекен! Ломик туда попробовать запихнуть. И еще чуть-чуть. Лидовая же еще немного. Отлично. Запихнули. Отчего, правда, ломик я не знаю. Я пока досок не находил. Так, ну здесь... О! Рычажок. А это может быть от того ключа. Ну-ка, да, точно. Где эта дверь? Вот она. Так, тут ржавая машина без дверей стоит. Интересно, есть ли в ней чего-нибудь? Есть красный ключ, даже стрелка показывает на него. Шариваем комоды, потому что, может... Какие-то ключи могут быть где угодно вообще у нас. Так, здесь нам нужна ключ-карта. Красный ключ, который у нас уже есть, и ломик. Ну, ломик у нас имеется уже. Открываем. Оставим на всякий случай, вдруг еще пригодится ломик. Ну, и ключ-карта. Ну-ка, тут где-то холодильник был. А, точно, я так и думал. Ключ-карта находится в нем. Тут какая-то была дверь. Куда она ведет? Здесь закрыто. А, вот она, я так и думал. Пока что все, в принципе, неплохо у нас идет. Посмотрим. Ой! А, это телевизор? Это телевизор, такие звуки. Я уж напугался, неужели сосед появился где-то? Соседа я не вижу пока, его здесь, по-моему, и нет. Ну и нет, ну и нет, фиг с ним. Отлично, ключ-карта добыта. Но это явно не конец, уж слишком как-то мало было, по-моему. Ну да. Дальше кирпичная какая-то у нас что-то тут идет дальше. Решетка. Обалдеть сколько, и как тут обустроено. Здесь картина, может, как... О! Точно. Только что тут... А, рычажок. Что-то он открывает. Вот эту решетку он открывает. Или эту. С какой стороны я вышел-то? Я вышел отсюда. Значит, вот эта решетка открылась, да. Нужен красный ключ, но не тот. Потому что здесь вот какой-то ржавый замок, я вижу. Здесь что-то у нас красный граммофон там находится. Значит, где-то растения, наверное, будут. В этих комодах ничего нет. Здесь тоже ничего полезного. Ладно, давайте обшаривать, что слева, собственно, если налево пойти. Во-первых, это что еще за груда такая здесь у нас? В воде что полезного в ней может найтись. Но не уверен. Короче, тут машина с закрытым багажником. Вероятно, где-то может находиться ключ от машины. Так, давайте смотреть. Но пока я ничего полезного не наблюдаю здесь. Я не уверен, что здесь есть что-то полезное. Что-то я тут ничего не вижу. Не застрять будет тут еще только. О, а в чемоданчике что? В чемоданчике тоже ничего интересного. Мне не достать до ящика мне этого почтового. Это что? А, это кресло. О, тут магнит есть. Значит, что-то полезное тут у нас есть все-таки. Еще какой-то ключ здесь нужен нам. Картины давайте обшаривать. Мне кажется, за картинами может быть где-то проемчик. Здесь, например. Или здесь нет. Чего эта картина-то не упала? Ее... А, ее даже взять нельзя. О, точно. Я так и думал. От какой из дверей только ключ? Я так понимаю, желтый. То есть, все-таки. Вот оно. Ага. Теперь надо как-то этот... Надо найти где-то... Рычажок, который откроет решетки там. Где находится граммофон этот красный. Но эта картина не снимается, и вряд ли она для чего-то нам нужна. Под кроватью ничего нету, я так понимаю, полезного. Здесь тоже ничего нету. В шкафу. О, там рычаг. Это точно от граммофона. Да. Да, совершенно верно. Это от граммофона. Ну что ж, неплохо. У нас все идет более-менее так. Я бы сказал. Так, включаем. Ключик от машины. Где у нас эта машина? Я только забыл что-то. Где эта груда здоровенная была? А, это... А, это я только что вышел отсюда. Вот здесь. По-любому что-то полезное здесь, да? Ключик. Дайте мне выйти. Теперь это все благоразумно. Где эта дверь-то самая? Так. Что в комодиках у нас имеется? Колезный есть? Ой. Твою ж ты налево. Ни фига себе. А как так получилось-то? А сосед откуда? А какого фига сосед-то появился? Где? Откуда? Сейчас опять бежать туда, что ли, придется? Тико. А куда мне деваться-то? Подождите. А как... А как будь-то? Оттуда, что ли, упал сосед? Короче, мы должны были... А... Все прошли, что ли? Прикольно. Ну, прошли мы немного не так, как автор планировал, видимо. Он рассчитывал на то, что, видимо, оттуда сверху сосед должен был упасть. И мы должны были тогда в ту комнату уже бежать. Ну, короче, неплохой мод. Давайте поставим ему... Ну, не настолько идеальный, чтобы прям галочку ставить. Поставим плюсик, но мод реально мне понравился. Хороший очень даже мод получился. Для первого мода это... Замечательно просто. Главное, такие вот были сегодня у нас моды. Спасибо за просмотр. С вас, если кто-то подписывался, с меня и обычные видосы. Подписывайтесь на стримы, скачай канал, влоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok